Здравствуйте! Сегодня в программе Завтрак с риэлтором мы поговорим на тему покупки жилья с использованием материнского капитала. Мы встретились с директором компании недвижимости Натальей Ревакшиной. Наталья, здравствуйте! Так в чем все-таки особенность такой сделки? Тема эта очень интересная и масса нюансов, которые есть в этих сделках, их нужно учитывать. Но, как правило, специалисты, которые представляют интересы либо продавца, либо покупателя, они знают, на что обращать внимание. То есть пенсионный фонд, либо комитет по делам молодежи, которые выдают субсидию молодая семья, они стараются отслеживать, наделять детей сразу собственностью. Но если иногда это невозможно, допустим, при ипотечном кредитовании, то в дальнейшем родители дают обязательство о наделении детей собственностью. Поэтому, если конкретный случай рассматривать, то лучше, конечно, сразу обратиться к специалисту, дабы учесть дополнительные какие-то расходы, либо последствия признания сделки недействительной. Можно говорить эту тему бесконечно, потому что она достаточно глубокая, достаточно сложная для понимания и осознания нас как обывателей. Вот я как мама, например, не хочу ребенка наделять в этой квартире, я буду ее продам и наделю ее в той, которую куплю. Нет, нельзя. Потому что мне государство дало деньги для использования в этой квартире. Соответственно, в этом объекте я и должна наделить ребенка собственностью. А если я захочу продать эту недвижимость? Если вы захотите продать этот объект, о чем я уже начала говорить, да, и вы не наделили детей собственностью, вы обязаны будете выделить доли детям. То есть соглашение у нотариуса оформляется, регистрируется надлежащим образом, и уже вы продаете, когда исполните нотариальные обязательства. Дальше органы опеки. И, пожалуйста, покупайте. Но опять же, я думаю, что без надлежащего контроля со стороны специалиста, который будет вот это все видеть, знать, просчитывать ситуацию от начала и до конца, самим можно, но достаточно сложно. Так ли это просто самостоятельно купить квартиру без услуг риэлтора? Юридическое сопровождение сделки специалистам, оно не так уж и дорого, оно не стоит комфорта и безопасности сделки, впоследствии каких-то дабы избежать. Но найми человека, он посмотрит и проверит. Я вот продавала, покупала квартиры, несмотря на то, что я капитан команды, директор компании. У меня все равно работает специалист, потому что он видит ситуацию со стороны. Казалось бы, а что, у меня деньги, у вас квартира, ну давайте ее и купим. Но мы-то, наши безопасники, наши специалисты начинают смотреть историю квартиры, чтобы впоследствии не выявилось каких-то там неприятностей. Опять же, молодая семья, опять же, дети. Поэтому, ну, я сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом. То есть, парикмахер наводить порядок на голове, стоматолог лечить зубы. То есть, а специалист по недвижимости должен работать с недвижимостью. И вот обольщаться над тем, да я сам себе зуб выдерну. Ну да, вы его себе выдернете. Дальше что? Наталья, благодарю вас за эту интересную беседу. Я напоминаю, что это был завтрак с риэлтором. До встречи. Барнаульская компания недвижимости «Бакон» работает на рынке более 20 лет и считается одним из крупнейших агентств города. 50 агентов по недвижимости, 10 экспертов-юристов, своя служба безопасности. Прозрачности и безопасность вашей сделки гарантированы. «Бакон» – надежность, проверенная временем. За организацию съемочного процесса благодарим ресторан «Лангуста». «Лангуста» – это современная авторская кухня, оригинальное меню и уютный интерьер. Здесь вы попробуете вкусные лангустины, мороженое из мяса раков и оцените мастерство шеф-повара.